Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы поговорим с вами о средствах, которые помогут всякому приступающему к их употреблению побеждать всякую магию, чародейство и колдовство. То, что они реально существуют, мы с вами сегодня об этом еще услышим. Но нужны для христиан средства, которыми бы они могли побеждать все эти чары бесовские. Не случайно это все называется чарами. Многие люди в современном мире, пользуясь интернетом, читая различные публикации, газетные и журнальные статьи о сверхъестественных способностях человека, о магических влияниях одного на другого, приворотах, отворотах, приворожении, отворожении, иногда доверяют этому. И доверяют не только свой разум, но и иногда сердце, а иногда и душу. Именно от этих пагубных увлечений и заблуждений хотелось бы упредить наших сегодняшних зрителей и попросить, чтобы они упредили и не позволяли другим увлекаться этим чернокнижием. Насколько оно расцвело? Ну, как и грязь, которой кругом много, а сокровища всегда нужно поискать, так и этой чернокнижной братии сегодня развелось беспредельно много. Если мы возьмем хотя бы холодную статистику, то узнаем, что зарегистрировано в России официально магов, колдунов, ворожеев и чародеев около 200 тысяч человек. То есть это те, которые руководят, управляют, за ними стоят еще люди, слуги этих чернокнижников. А вот священников в России 15 тысяч. Давайте сопоставим. 15 против 200. Какая идет пропаганда этого потустороннего мира, этого некого религиозного опыта, который вы можете прибегнуть ночью с какими-то предметами, заговорами, нашептаниями, какими-то мантрами, молитвами. То есть я хотел бы сегодня на примере великих святых угодников Божьих, священномученика Киприана и Иустини, память которых совершается 2 октября по старому календарю и 15 октября по новому, показать, насколько пагубны немощные дерзости бесовские на тех, которые действительно не просто живут, как хотят, а живут по вере, живут со Христом в сердце, молятся истинному Богу, имя которому – любовь, и осеняют себя крестным знаменем, сохраняя воздержание от греха, соблюдая пост и молясь Творцу Вселенной, выше которого ничего быть не может. В древности в Антиохии жил некий языческий философ. Нужно о нем сказать несколько слов. Его родители тоже были языческими жрецами, и они решили посвятить своего сына с 7-летнего возраста на служение ворожбе и чародейству. Мальчик делал действительно серьезные успехи при таких чарующих учителях. В 10 лет мальчик уже научался определенным навыкам, которые получал от этих заклинателей, которые научали его соответствующим словам, движениям, всевозможным манерам, которые могли бы влиять на сознание людей, природы. Уже к 30 годам он мог возмущать воду, он мог наводить злобу и всевозможную пагубу на сады, земли и огородные участки людей. Он мог свободно, свободно людей, которые не жили по вере, действительно разрушать отношения. То есть вот эта злоба, ненависть, раздоры, скандалы, и если хотите разводы, это дело бесовского князя. И вот служащий этому князю, прошедший на Олимпе, огромную школу чародейства. Кто захочет почитать, вы можете почитать у святителя Дмитрия Ростовского в книге «За 2 октября» его полное житие. И вы поймете, сколько он прошел, сколько был посвящен самому князю тьмы, бесу, который действительно посвятил его на служение себе и обещал во всем помощь. И тут, набравшись огромного так называемого опыта в чаровании людей, отвращении их от истинного Бога и поклонению князю тьмы, много сделал зла не только людям, но и окружающему миру, природе людей, где он жил. И вот вместе в Антиохии жил один юноша, который влюбился в замечательную девушку по имени Иустиния. А Иустиния была христианкой, хоть сама была из языческой семьи, но она услышала проповедь от мимо проходящего дьякона, внимательно выслушав, принимая христианскую веру, покрестившись и поняв, наконец, что христиане – это не просто люди, которые ходят мимо нас, посещают церкви, это люди, которые истинно верят в Бога, единого истинного Бога, Который есть любовь. И вот они молятся Ему, они постятся ради любви к Нему, они осеняют себя крестным знаменем, оружием победы, о чем церковь напоминает нам, «Господи, оружие на дьявола крест Твой дал, если нам, трепещет будет трясеться, не терпя и взирать на силу Его, яко мертвый выставляет, и смерть упраздни». Этими словами святая церковь нам напоминает о силе крестного знамения и о победе этого знамения над «нечистой силой», как ее часто называют в простонародье. Иустинья была христианка, она была глубоко верующим человеком, она любила Христа, часто молилась, просыпалась ночью для того, чтобы совершить свое молитвенное правило. И вот некий аглоид, юноша, богатый, красивый, захотел руки и сердца, захотел супружеской близости с Иустиней, но никак не мог подступить и обратился к великому, как считали его магу и колдуну и ворожею, Киприану, который своими чародействами покорял многих людей, не знающих истины, а истины Христа. И вот когда аглоид попросил применить свои чары, чтобы приворожить, скажем сегодняшним языком, эту возлюбленную Иустинью, то тот применяет свои методы, механизмы, но ничто не срабатывает, ничто не имеет силы, потому что всякий раз Иустинья встречает эти вызовы нечистой силы силою креста, молитвы и воздержания, поста. Как только не ухищрялся Киприан, как только не пробовал, но уже даже тогда, когда все возможные методы были испытаны и не возымели никакой силы, Киприан сам усомнился. Так если ни одна чара бесовская не может победить молитвы, которые молятся христиане православные, если не может победить дьявол тех, кто воздерживается от греха, кто соблюдает по силам своим пост, то он сам разуверился в той силе, которой с детства был посвящен. Он пришел к местному епископу и упал к нему в ноги, умоляя, чтобы он крестил его. Тот сначала даже усомнился, не может быть, чтобы такой чародей, такой лютый враг церкви вдруг просил святого крещения. Он действительно подтвердил тем, что принес все огромное количество своих книг чернокнижных и при епископе сжег. И тогда, действительно уверившись в искренности его намерения, местный епископ посвящает, то есть наставляет его в истинной вере, рассказывает ему о том, что Христос не только пришел в этот мир, чтобы победить смерть, но и чтобы нам даровать жизнь вечную. И всякий, кто уверует в истинного Бога, Сына Божия, Христа Спасителя, он получит вечную жизнь, прощение своих грехов и силу благодатных возможностей, исцелить всякий недуг и всякую язву. И уверовал Киприан, и получил от Господа в таинстве крещения прощение всех своих, задумайтесь, страшных грехов, которыми он разрушал судьбы, семьи, города, жилища. И он тоже по милосердию Бога был прощен. Что же с ним? Далее он всецело посвящает свою жизнь Господу. Сначала он дьякон, затем священник, а потом и епископ. Люди, которые раньше прибегали к нему за чародейством, вдруг увидели в нем такую перемену, теперь он только денег не берет, других не разводит, магию не призывает, книги все свои сжег, поменял образ жизни, вообще стал праведным, честным, добродетельным человеком. Вдруг стал раздражителем для многих местных жителей, особенно язычников, которые донесли до правителя, и какова же их судьба. За эту благочестивую жизнь их приказали казнить. Им отсекли головы. Вот 15 октября или 2 октября, по старому стилю, день памяти этих святых. Им молятся о избавлении от чар, всевозможных магических возможностей, магов, ворожеев и прочих служителей тьмы. Почему мы так говорим? Потому что у нас есть на то очень веское основание. Давайте обратимся к основанию, к фундаменту, к священному писанию. Что об этом говорит сам Бог? В книге «Второзаконие» мы можем с вами прочитать. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». И далее эта фраза завершается. «Будь непорочен пред Господом Богом твоим». Разве ли это не основание? Давайте откроем немножко раньше. В книге Священного Писания, еще Ветхого Завета, в книге Левит, в 19 главе. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, не доводите себя до осквернения от них. Я, Господь, Бог ваш». И еще, в 20 главе книги Левит мы читаем. «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых или к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лице мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь, Бог ваш свят». Какое нам еще, дорогие братья и сестры, нужно основание, чтобы никогда, не только не открывать астрологических прогнозов, не слушать этих вещунов, не ходить к колдунам, ворожеям, не гадать, не ворожить, не призывать их к себе в дом, не осквернять своих жилищ и не осквернять себя, посещая их домы, чтобы ходить в дом Бога, в Церковь Христову, который сам сказал «Церковь мою созижду, и врата ада не одолеют ее». Итак, в завершении. Средства, которыми мы можем погасить все раскаленные стревлы лукавого, это, конечно, щит нашей православной веры. Укрепляйтесь, дорогие братья и сестры, в чтении Священного Писания, в чтении житий святых. Старайтесь не просто пролистывать эти интересные рассказы, старайтесь делиться ими с другими, как некогда Иустини услышал от диакона, удивительный рассказ о Христе, который победил на кресте смерть и нам даровал силою оружие креста, побеждать всякую нечисть. Только освящать себя надо крестным знаменем и крестить свою дорогу, свой путь, свое жилище, свои кроватки детей, благословляя их с глубокой верой в то, что крестное знамя – это знамя нашего спасения, это орудие на дьявола, которое Бог дал каждому верующему в распятого и воскресшего победителя смерти Господа нашего Иисуса Христа. Мы не должны забывать о молитве, ведь помните, Иустиния молилась, она молилась не только днем, но и ночью, и никакие силы дьявольские не смогли разрушить, не повредить мира благочестивой христианке, потому что она возлюбила Господа Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своей и всем помышлением своим. И, наконец, мы должны услышать из сегодняшнего повествования важность соблюдения поста. Ведь сам Христос сказал, «Никак род сей не изгоняется», имеется в виду род нечистый, лукавый, прелюбодейный, этот грешный, нечистый, блудный, скверный, бесовский мир, и это окружающее нас зло не изгоняется никак, только молитвою и постом. Давайте же, дорогие братья и сестры, прислушаемся к Слову Бога, к наставлению самого Христа, и будем молиться, то есть говорить с Богом, говорить Ему все. «Согрешил я, Господи, помилуй, благослови меня, Господи, и моих детей, избави меня от всяких врагов, видимых и невидимых, и обязательно будем осенять себя крестным знаменем, будем верить в силу животворящего Креста Господня». И пусть эта сила молитвы, поста и знамения крестного всегда пребывает со всеми нами. Всего вам доброго и храни вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова